Я в шоке. Я думал, танцы это просто. Нет, это очень дорого. То, что нравится мне, не пробовал никто. Если ты не бывал на Блэкпуле, то считай, ты просто не танцевал. Деньги выделяются. Но кому они выделяются? Их никто никогда не видел. Нам еще родители сверху говорили, что вы такие рагули. Вот так вот. То есть у меня вообще, в принципе, все было. У меня как зеленый, я вообще неадекватная была какая-то. Вы когда-нибудь видели, как выглядит ребенок без детства? Вот оно. Многократная чемпионка Украины по латиноамериканским танцам. Финалистка Блэкпульского чемпионата. Финалистка чемпионата Британии. Очаровательная девушка, красавица, принцесса, богиня. Дарья Морющенко сегодня в Провокаторе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, лайки, звоните в них, пишите комментарии. И живите полной спортивной грудью. Ну, многих девочек же отдают на танцы, правильно? Многих отдают на танцы, но у меня выбор стоял так, что еще до того, как я пошла в школу, мои родители рассматривали вариант, что я по-любому буду ходить в какие-то секции. То есть на улице... Или в армию пойдешь, в израильскую. Это в худшем случае. Что, как бы, по улице ходить не буду и гулять я нигде не буду. Тебя сказали, либо ты танцуешь, либо... Нет, не так изначально. Мне папа сказал, что давай пойдем на плавание сходим. Просто поплавай, просто скупаемся. Очень хочу, чтобы ты занималась плавать. Ой, тогда, кстати, да, это развитие полностью все... Я не захотела, не зашло. Что ж такое, не зашло? Ну, как-то нет. Потом, значит, сказал, давай на теннис попробуем. Я пошла на теннис. То есть папа пробовал то, что нравится ему? То, что нравится им. То, что нравится мне, не пробовал никто. Потом, значит, меня отвели на класс фортепиано в музыкальную школу. Хватило меня где-то на два или на три занятия. Пока строители не вынесли фортепиано. Да, вместе со мной. Вместе с тобой. Потому что я просто не представляла свою дальнейшую жизнь, сидя на стуле и вот это вот такая поплавь. Скажи, пожалуйста, вот многих детей, я на своем деле один из таких детей, есть такое выражение, шило в одном месте. У меня было. Вот я тоже, я не мог, мне надо что-то было делать, куда-то бегать. Там у парней это было, что это там, квадрат, футбол, во дворе. Ну, какие-то там обычные пали, стукали. Ну, не важно. А, ты же, нет, не тех времен еще. Ну, я не тех времен, но у меня в детстве была настолько подорванная, что я вообще не сидела на месте. Я до первого класса думала, что синяки на ногах это нормально. То есть у меня вообще, в принципе, все было в синяках, в зеленке. Я вообще неадекватная была какая-то. Не, ну, может быть, ты участвовала в каких-то просто чемпионатах по синякам? Я себе, наверное, сама эти чемпионаты придумывала. Хотя синяков в каждом дворе хватает. Причем и сейчас, если выйти посмотреть. Итак, танцы. Первый класс я пошла в школу. И, собственно, некоторые мамы сдружились с моей мамой. И, в общем, решили меня еще троих ребят. Моя подружка, с которой мы до сих пор общаемся, и еще два мальчика отдали нас на танцы. Ну, ух ты. И, вот, собственно, с того момента как-то это все мне понравилось и пошло. И, вот, собственно, как бы первый год я так ходила баловалась, но мне, в принципе, уже понравилось. На второй год меня расставили в паре со своим одноклассником и поставили в пару с другим мальчиком посильнее. И вот тогда началось. Со штангистом. Со штангистом. Ну, чуть посильнее. И вот тогда начались все соревнования, поездки, уроки и так далее. Ну, это мощно. Это мощно. Давай тот момент переломный, когда ты уже начала заниматься. То есть ты занималась несколько лет. Сколько это было? Там 3-5 лет до профессионального уже уровня? Да, можно сказать, уже как мне исполнилось 7 лет, это уже начался профессиональный уровень. Потому что у меня расписание было такое. Я шла в школу. Перед школой у меня была нулевка. Во время школы, когда была физра, у меня не было физра, у меня была математика и так далее и тому подобное. После школы я прибегала домой, кушала, садилась в машину и ехала уже на тренировки. И тренировки у меня были часов до 10-11. Вечером? Уроки я делала где-то по дороге, либо на продлёнке. Когда ты поняла, что это не просто хобби, а оно перерастает уже в дело твоей жизни? Наверное, когда, ну, наверное, лет в 7-8, потому что я уже началась. 7-8 лет дети понимают, да? Ну, мне пришлось, мне не было выбора. Мне пришлось понять, что там танцевальные лагеря, стойки на пуантах, там не было такого. Танцевальные лагеря были, сборы были, всё было. Ну, собственно, когда вот я, когда мне в руки попала первая кассета, ещё тогда, диско-кассета. Ну, это был танцор диско-индийская кассета? Это был Blackpool, запись Blackpool. Воу! Знаю, слушали. И я просто это увидела, я поняла, что вот другого я не хочу. Я хочу вот когда-то там побывать и попасть в этот финал, и всё. У меня эта мечта просто двигала мной всю мою карьеру. Blackpool – это можно сравнить как с Олимпийскими играми в танцах. Потому что это самый крутой, самый крупный, самый масштабный вообще турнир в жизни любого танцора. Если ты не бывал на Blackpool, то считай, ты просто не танцевал. Ты не нюхал, так сказать, как у вас танцоров говорят? Не нюхал паркет? Ну, можно и так сказать, да? И как бы это престижнее, чем чемпионат мира, это престижнее, чем чемпионат Европы, чем что-либо. То есть, если ты финалист, полуфиналист Blackpool, то считаешь, что у тебя карьера сложилась. Когда мы первый раз попали в полуфинал в прошлом году Blackpool по профессионалам, мы переехали, такого, в принципе, в Украине никогда не было, никто туда не попадал, в Украину. Мы первые. И ребята, наши друзья, знакомые все спрашивают, а что же изменилось? Что же, ребята, в этот же полуфинал Blackpool, это так круто! Ну, ничего не изменилось. Сколько денег вложила твоя семья, чтобы ты занималась профессионально? За все это время? Вообще, в принципе? Нет, ну, давай за все это время. За все это время мы, наверное, не почитаем. Да, и не почитаем, да. А вот профессионально, почему спрашиваем, давай вот берем ребенка 6-7 лет, он идет в танцевальную школу, и что ему для этого надо? Давай перечислять. Ему надо, наверное, какая-то экипировка, правильно? Ему нужна танцевальная обувь, ему нужна танцевальная форма на тренировку, только пока на тренировку. То есть, естественно, это не будет одна юбка, один топик, это несколько позиций. Ну, а сколько это стоит? Ну, давай попробуем посчитать. Ну, вот, скажем так, платье стоит, ну, в районе 1000 гривен. Платье 1000 гривен? Ну, 1000, это самое такое, самое минимальное. А можно же сшить? Сшить это получится, в принципе, где-то так же. Так же, да, ткань, плюс, да, конечно, работа, на то, на то и выйдет. А можно же сшить из гардин или с красивой штурм? Тогда лучше на танце не ходить. Тогда лучше танцевать дома. Да, вместе возле штурм. Да. Хорошо, 1000 гривен платье. Туфли, честно сказать, я вот не знаю даже сколько они стоят, потому что у меня с 2011 года спонсорство. Ну, на взрослых где-то, ну, в 3000 гривен пара. Ну, пар нужно, у меня за турнирный сезон, так как одна пара обуви у меня, ну, два, максимум три турнира, у меня уходит пар 6-8 где-то так. 6-8 пар? Может, даже 10 иногда. Да ладно. Да, да. И это только турнирная обувь, то есть, ты не считать тренировочная. Тренировочная, она еще быстрее убивается, поэтому на тренировке... Итак, 6-8 пар и одна тысяча, правильно? А, 3000. 3000 одна? Грубо говоря, да, одна. Для маленького ребенка, ну, допустим, хотя бы три пары, да? На маленького, на маленького, может, чуть-чуть дешевле. Ну, хотя бы три пары, правильно? Хотя бы, да, да. Это в сезон. Да. 4х3, ну, давай 3-4, 4 пары возьмем. Да. 12 тысяч, 12 тысяч плюс платье 13, 13. Ну, плюс еще конкурсное платье. Плюс конкурсное платье, 14, 15, давай, два конкурсных платья. А конкурсное платье, basic, я не знаю, сколько стоит. Ну, это не дешевое удовольствие. Это как теннис. Ну, а теннис это один из самых дорогих видов спорта. Ну, как и гольф, и теннис, и танцы. Я в шоке. Я думал, танцы это просто. Нет, это очень дорого. Очень дорого. Очень дорого. Легче футбол, да? Да, дать, наверное. Легче, вообще, дома танцевать возле стеночки. Плюс же еще дополнительные занятия. Ну, доп. занятия с тренером, с... А они обязательные. То есть в моем детстве... Так ты ничего не добьешься без них? Конечно, это каждый день должны быть уроки по полтора часа. Плюс хореография, плюс групповые занятия, плюс практика. Индив сейчас стоит, ну, в Украине это вот 800 гривен у хороших тренеров. Это 45 минут. 800 гривен 45 минут. Да. Это самое минимальное. У некоторых по 50 евро я слышала стоит. У некоторых и дешевле. У некоторых дорого. Слушай, ну, в Европе даже дешевле, мне кажется, нет? Нет? Нет, в Европе еще дороже. Мы занимаемся с педагогами, допустим, в Лондоне в том же самом. Фактически наши все учителя там. Летаем, работаем. Коронавирус сейчас, конечно, все подпортил, но до этого летали. И вот, собственно, там один урок 45 минут. Ну, это от 100 фунтов самое дешевое. И тоже таких цен нет. Это 150 фунтов где-то. Танцы, как вид спорта, сейчас поддерживается вообще государственно? Этот вопрос беспокоит всех танцоров уже очень много лет. Потому что, ну, как бы, легенда гласит, что вообще... Легенда гласит. Легенда гласит, что вообще... Мне нравится, ты единственная, которая из всех наших присутствующих гостей, которые были в нашей программе, она сказала, никто не говорил, ну, да, ну, где-то 0,5 процентов. А ты уже говоришь, легенда гласит. Да, что деньги выделяются. Просто никто их... Ну, кому они выделяются? Их никто никогда не видел. Мне кажется, которые какой-то золотой антилопе, которые там где-то оттанцовывают. Я просто не понимаю. Слушай, ну, обращаете внимание на танцы какие-то частные структуры? Например? Ну, я имею в виду инвесторы. Редко, ну да, редко. Ну, то есть, если, допустим, у нас такая ситуация была с Антоном, и нам помогали. Нам действительно помогали. И иногда помогают до сих пор финансово, потому что вот 15-й год всех подломал тогда. А ты имеешь в виду кризис-ситуация? Да, 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 да. Очень-очень сильно, и заработок упал, и, собственно, мы тогда уже выходили на определенный уровень. И до 100-го года сколько тебе было? Мне сейчас 20... 21 год. 21 год? Да. Мы работали, естественно, зарабатывали деньги, но тех денег, что мы зарабатывали, их просто не хватало, физически не хватало. И заработать мы их больше, увы, нигде не могли. В 15-м году были жесткие времена. Да, для всех, потому что тогда очень много танцоров на самом деле уехали из страны, и тот состав, который у нас сложился, на тот момент потанцевали в любителях, и у нас был достаточно сильный состав в Украине. Очень много ребят, кто в Америку уехал, кто в Гонконг, кто еще куда-то. И нам предлагали, и предлагают переехать на очень хороших условиях, но мы тогда... А куда именно предлагали? В Америку очень много раз предлагали. Ну, то есть, был звонок тебе лично. По детству у тебя сразу пошли победы, или еще был период последних каких-то мест на турнирах? Конечно, был. Да? Конечно, конечно. Мы ее любим вспоминать с моим тренером, который меня тренировал в Харькове, с Денисом Рякой. Вот. Получается, когда мы к нему пришли, с моим бывшим партнером, с Ромой, мы с ним до сих пор очень хорошо общаемся, дружим. Мы вообще были, ну, можно сказать, рагули. Вот вообще. Не в зуб ногой. Просто танцевать ничего не умели. Не, ну, вы думали, что вы умеете танцевать, правильно? Да нет, мы даже не думали, потому что нам еще родители сверху говорили, что вы такие рагули. Мы пришли буквально за два года, жестких тренировок, то есть, дня-то мы пачкой сигаретки дали, и кедом по спине били, кричали, дурак, плячутся. Ты докурила и до нашего. Ну, я чуть ли не начала курить с таким стрессом, на самом деле, в 13-то лет. В 13-то лет. Да. Мама, прихожу домой, она, Даша, нужно лучше, посмотри, ну, вот, там то-то-то не хватает. Потом приходит на тренировку, говорит, Денис, тренер наш, вот это они делают плохо. То есть, мы получали с Ромой и от тренера, и сверху от мам, и еще приезжали тренера, с которыми мы занимались. Прилетала, да? Да. И вот тогда период последних мест исчез, спустя два года. Мы уже как бы поднялись на хороший уровень, уже на интернешнале, это крупный очень турнир. В Англии есть английская тройка, три турнира. Угу. Вот интернешнл входит в эти топ-3. Мы были уже в финале, нет, вру, мы были, империал мы были первые тоже, турнир перед интернешнл. На интернешнл мы были пятые, а на следующий год были третьи. То есть, буквально там за два года упорного труда и унижений мы выйдем. Какие твои самые памятные соревнования и почему? Самые памятные, я думаю, что Blackpool, нет, не Blackpool, UK, UK у меня самый памятный, первый. Это тоже английская тройка, это самое крутое соревнование. Мне было 17, вру, 18 лет. Мы с Антоном первый год стояли в паре, даже полгода, по-моему, еще. И поехали в Англию и очень хотели выиграть, есть такая категория разных старом, любителей. До этого Украина не выигрывала никогда. Но у нас была еще такая подготовка, там в клубе была вот такая канитель, нас отказались готовить, с тренером, в общем, были на ножах. Серьезно, да? Да, 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 все было очень тяжело. Трессировали друг друга в клочья, из-за чего? У нас, в первом клубе, в котором я танцевала, в Киеве, атмосфера была такая, что ты не мог вообще ни на секунду расслабиться, иначе просто в тебя там нож в спину кинут. А в Blackpool приглашаете? Нет, ты едешь сам за свои деньги. Это частное соревнование? Ну, есть организация танцевальная, которая проводит все английские соревнования. И вот Blackpool уходит в число их. А сколько, я прошу прощения, если едешь сам за свои деньги, сколько требуется, какое финансирование? Про проживание, билет на самолет, платье, костюмы, макияж, прическа, покушать что-то еще желательно, вход на турнир, регистрация. Все дорого очень. Ну, две тысячи евро. Две тысячи евро. Это только вот поездка без платья, без ничего. Ну, то есть от этого, я так понимаю, они зарабатывают, а вам просто покайфует, правильно? Это престижная просто мировая соревнования. У нас, когда мы попали первый раз в финал Blackpool, нам дали конвертик с призовыми. Призовой фонд. 50 фунтов. 50 фунтов? 50 фунтов. Это две тысячи, я потрачу, 50 заработаю. Ну, потешите. Ну, не в заработке делай. Дело в таком энтузиазме, наверное, правильной престиже мероприятия. Да, да, да. Но мы их снять не смогли, потому что там именно чек. Чей налог заплатили 40%? У нас столько таких чеков накрылось на самом деле, потому что мы их просто не смогли обналичить. Никак это не получалось физически. Когда я смотрю на латиноамериканские танцы, для меня всегда это невероятно симпатичные, смуглые девушки. Я постоянно почему-то думал, что это их цвет кожи. Нет, там злой штукатурить. Там очень большой, на макияж очень много макияжа. Ну, вот тело, когда я готовлю к турниру, у меня, кстати, почему-то все всегда спрашивают, почему я так, чем я мажусь, что у меня ровно выглядит загар на теле. Да. Там куча на самом деле средств, и это все пока размажешь, но это полгали. Вот это смывать, это просто капец, это невозможно. Потому что один раз, я помню, я взяла просроченный продукт для загара, я была зеленая. Вся пятна брода. Зеленая. Ну, ваше. Да, да. Ну и плюс лицо, макияж и прическа. А у мужчин? Ну, мужчин то же самое, только тело они не мажут. Ну, как бы, может, грудную клетку, если его важно. Некоторые глобашут, некоторые бреют. Некоторые броди рисуют и глаза красят. Почему я спрашиваю, почему? Потому что есть такая легенда, что бальные танцоры, мужчины, на какой-то процент нетрадиционной ориентации. Большой процент. Большой процент. Уже меньше, раньше было прям очень меньше. То есть, подожди, почему такая тенденция, нетрадиционная ориентация, бальные танцы, парни? Я пыталась себе вообще задать, ответить этот вопрос. Я не знаю, откуда эта линия идет. Ну, наверное, то, что ты каждый турнир, если ты мужчина, рисуешь себе брови и мажешь лицо тональным кремом, как-то это сказывается. А женщины, глядя на это, начинают любить других женщин, потому что разницы между женщиной и мужчиной не видят. Мне традиция ориентации, я, конечно, ошибаюсь, но я почему-то догадывался, но я решил переспросить. Дело в том, что в танцах в большинстве либо они нетрадиционные ориентации, либо они бабники. Нормальных, очень маленьких процентов. А нормальные это какие? С точки зрения верные и преданные. И то внешне может так казаться, а по факту там. В твоем инстаграме сейчас больше восьми тысяч подписчиков. Ну, да, по-моему. А ты стараешься развиваться в инсте и что ты делаешь для этого? У меня не блог в инстаграме. Я выставляю фотографии, я даже подписи толком не делаю. Сторис не ведешь. Знаешь, как все эти, а многие девочки там. Вот я проснулась, вот это я сделала. Я подошла, да, туда-сюда. Это мои друзья, это мои караоке, это я курю кальян. Это я глажу собаку, это я моюсь ванной. Это я вышла из ванной, это я фотографируюсь в женском туалете ночного клуба и так далее. Нету тебя? Если я, скажем так, ну, если я могу заснять сторис, то это я где-то бываю, что-то вижу. Но не так, что я с утра до ночи с телефоном снимаю себя. Это не так выглядит. Ну, ты развивала, как, то есть люди подписывают автоматически, тебя находят и подписываются, правильно? У тебя нет специального человека, либо ты там не спамишь. И у тебя все подписчики – это подписчики, это не фейковые ночи. Ни разу в жизни вообще даже не платила за накрутку подписчикам, не делала никакую рекламу, ничего вообще. Ты являешься амбассадором сейчас какого-то бренда? Танцевального. Танцевальные обуви Аида. И плюс у меня спонсорство «Танцевальные платья». Это бренд Емелия, популярный очень в Украине. Передаем привет. Оля, да, Емельяненко. Она меня спонсирует. Все. Раньше тоже. Ну, Аида у меня уже с 2011 года уже говорила. А тебе предлагали в Instagram, в Geerich, там, я не знаю, может быть, какие-то другие интересные. Источники приходили, смски по поводу, там, давайте сотрудничать, и так далее, и тому подобное. Да, мне очень много брендов танцевальных предлагают. Виктория Сикрет не писали? Нет. Если бы написали, я бы уже не танцевала. Шучу. Я согласилась один раз, потому что это очень... Хороший бренд. Мой близкий друг делала фотосессию для своего магазина, и там была совокупность танцевальных брендов. И я получила то платье, которое я хотела, реально, очень хотела. А дорогие платья у него, у твоего друга? Ну, у него магазин, это она, Ксения. А, Ксения, да. Да, у нее очень много брендов. Есть подешевле, есть подороже. Самое дорогое танцевальное платье, которое ты видела, либо слышала, либо танцевала в нем, либо кто-то в нем танцевал, а ты просто в шоке была. Танцевальное турнирное платье? Ну, но турнирное, это же выше, правильно получается? Да, там же, конечно. Давай, да, турнирное. У меня было самое дорогое платье, одно из самых дорогих, это 3000 евро. 3000 евро? Да, и ты обязана была его вернуть потом? Нет, я за него заплатила. А, ты заплатила за него 3000 евро? Я все свои платья раньше, когда меня не спонсировали. Естественно, у меня там, начиная с юниоров 2, когда уже можно камни. Сморозки? Да. Моя мама приезжала. Или от почек? От почек вообще нет. Моя мама приезжала на примерку к портной. А сколько тут пачек камней? 10, надо 13, давай. Уже некуда, надо 13, надо, чтобы плетел. И платье потом поднять невозможно. Тяжело было? А тяжело в тяжелом танцевать? Да, заносит очень сильно. Заносит на поворотах. Все, а вот эти платья, в которых ты танцешь, они же на один раз получаются? Один-два раза, ну три максимум. Один-два-три раза? Угу. И в этих платьях, а куда их потом? Покупают в БУ. То есть ты выставляешь их потом на продажу? Могут просто на турнире подойти и сказать, можно приобрести платье. Подходили, забирали. По поводу проектов телевизиона хочу с тобой поговорить. Почему? Потому что я вот смотрю, танцы с зерканом, допустим, да, какой-то еще проект, танцуют все и так далее. Тебя, были какие-то предложения? Да, мне писали в инстаграме, я уже забыла, кастинг-менеджер или кто-то, да. В общем, мне неоднократно предлагали и просто через инстаграм и судьи проекта. А в качестве что, жюри? Нет, не жюри, в качестве танцора на танце с зерканом. А, на танце с зерканом? Танцевать со звездой, да. Ну, сейчас, вот, когда турнира нет, это более реально сделать. Но желания нет. Ну, не желания нет. Желания нет. Ну, потому что это неблагодарное дело, как мне кажется. А почему? Ты убиваешь свое время по факту. Это же деньги, реклама. Реклама разве что, и то не факт. Ну, что ж, а теперь Блиц. Выбираешь или-или. Готов? Хорошо. Готов, говорю. Готов? Готов. Это я сам себе. Готов? Готов. Успешная карьера вне танцев или быть в танцах, но не занимать призовые места в чемпионатах? Успешная карьера вне танцев. Успешная карьера вне танцев. Да. После окончания карьеры заняться тренерством или бизнесом? Тем, что деньги приносят. Бизнесом, наверное. Бизнесом в тренерстве. Да. Сменить вид спорта и поучаствовать в Олимпиаде или остаться в танцах? Остаться в танцах. Обязательно. 100%. Получить миллион за рекламу откровенного характера. Миллион чего? Ну, добавь фунтов стерлингов. Ты же их так любишь. Блэкпуловские деньги. Монопольные. Монопольные, да. Миллион за рекламу откровенно. Допустим, это Виктория Сикретс. А, ну... Или что-то еще. Или удалить аккаунт в Инстаграм. Лучше Виктория Сикретс. Да. Да. Ты не держишься за интернет рекламу. Мне было очень приятно. Спасибо. Спасибо большое. Надеюсь, тебе тоже. Мне тоже. Спасибо. Благодарю. Всем пока. Это был Провокатор.